В Кремле посчитали недоразумением идею Маска пообщаться с Путиным в Клабхаусе. Не знаю насчет недоразумения, я понимаю так, что они зассали. Это, видимо, было недоразумение. Мы задали вопрос, чтобы уточнить детали предложения. Ну или оно не имеет отношения к Маску, или мы не получили ответа. Скорее всего, тема исчерпана. То есть, они зассали. Тупо зассали, понимаете. И как-то надо выводить. А как выводить из позастрел? Лучше стрелки перевести. Путин провел совещание по развитию угольной отрасли. О как! Представляете, люди развивают какие-то зеленые технологии. Там какую-то квантовую связь придумали. Какие совершенно невероятные технологические прорывы. Даже вот произошли. Даже слово прорыв не хочу говорить. Какие-то совершенно немыслимые вещи в медицине сейчас происходят. С точки зрения технологий. Будущих медицинских технологий. А у Путина все уголь. Уголь, бля. А что еще? Потому что они знают, как там воровать деньги. Больше они ничего не знают. Они же умеют только воровать. Ну, они знают, как воровать. С угля, с нефти, с газа. Со всех остальных вещей. А это в науку. И как там украдешь? Если в науку отдать деньги. Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным. И как же она? Не дадут деньги тратить американским сенаторам в России. МИД назвал бессмысленным существование Совета Европы без России. Вот они так считают. То есть Европа без России бессмысленна. Очень смешно. Если бы они так считали, то они бы не выделывались. И давным-давно Россия была бы в Евросоюзе. Но тогда пришлось бы убрать таких сволочей, как Путин, как Лавров и прочее. Они на это не готовы. Поэтому они их лучше в Россию отделят от Европы. Физически даже отколют от Европы, чем согласятся с тем, чтобы жить как в Европе. Мишустин прибыл в Алтайский край, где встречаются с учителями и предпринимателями. Не для этого же он прибыл. Пообедал в школьной столовой и оценил качество питания для младшеклассников. Ему надо съездить сразу быстрее в Красноярск и еще из этого котла похлебать, где детей только отравилось. Может быть тогда полмнее стал. Я думаю, что для него специальный стол, что его из этого же котла кормят. И вот наш соратник, я прошу всегда соратников готовить аналитические записочки такие. Но читаю их редко, редко зачитываю. А здесь я вот решил надо прочитать. Сегодня в Сибирь прибыл Мишустин. Говорят, что в сопровождении главы Росгвардии цель визита официально обсудить науку и социальную сферу, неофициально собирать дань с регионов. Сегодня 2 марта они в Барнауле, завтра 3 марта будут в Горно-Алтайске, 4 марта в Кизыле, 5 марта в Новосибирске. Говорят, губернаторам выдают какие-то конверты лично в руки. В полпредствии у меня ничего не подтверждает, как и сам визит премьера. Но сжатая информация уже появляется на лентах. Можно вам... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!